Кардашлер, несколько дней назад какие-то космические приборы показали из Армении, какие-то машины и сказали, не можем сказать сколько купили из России, это такой пиздец оружия, что Азербайджан ухана. И пустили по всему миру эту информацию, и все армяне обрадовались, даже я. Я не хочу, чтобы этим атаковали на Азербайджан, потому что если это защитит от каких-то ударов, пусть защищает, неплохо. Через три дня вижу азербайджанская медиа, какие-то другие космические приборы, железные, навороченные, гайки, майки, шмайки, никто его знает, что они там делают, может просто бутафория, да, я не знаю. И говорят, что русские напугали азербайджанцев, что, мол, такое продали армянам, азербайджанцы каким-то образом стали, не знаю, слабее, или там, я не знаю, колпаки на машинах, я не знаю, не круче, или там, я не знаю, навороты какие, не знаю, как подействовали на Азербайджан. Азербайджан, и теперь эти покупают на какую-то очень большую сумму, секрет, не говорят, сколько чего, но чего-то. И в итоге уже сколько лет пугают этих, продают им, дядя, купи кирпич в Одессе, говорили. В Одессе, вот такие, как этот Путин, Мутин, его окружение, ходили на одного человека, давали кирпич, говорили, дядя, купи кирпич, не покупал, давали по голове кирпич, да. И вот это у них национальная традиция, ничего нового придумать до сих пор не могли. К этому надо привыкать и придумывать, как с этим обращаться. Но вот по факту, Кардашлар, вот что на самом деле в эти ближайшие, вот вокруг, несколько дней случилось вместе с нами. И вот я хочу спросить у вас, Кардашлар, вы не все Ограшлар, хосте-хосте, одинаковое количество. Там Ограшлар, там Ограшлар, но все вместе, и Эрмениограши, и Эзерограши, все вместе, вы Хайвандар. Согласитесь, просто согласитесь.